Мур, привет друг, это Зверько. Тебе значит не нравится моя майка? Окей. И теперь, когда с этим разобрались, и я, наконец, в рубахе, хочу показать тебе новую лампу. Вот такая прикольная штука пришла, но тоже с приключениями. Приключения мелкие были связаны с поломкой. По поводу усов. Это не усы, это щетина. Уже не сбриваемая щетина, потому что мне затрится чек. И они остаются. И как ни брей, лицо будет синим. Когда с внешностью разобрались, расскажу про компьютер. На тот момент, когда он сгорел, я уже выставил на продажу свою машину, потому что собирался её так или иначе менять. И для моей работы важнее наличие компьютера, нежели автомобиля. А так получилось, что автомобиль я продал, мне привезли детали для компьютера, я собрал компьютер, а потом взял в кредит и купил уже другой автомобиль. Недорогой, но примерно за те же деньги. Но оказалось, люди любят попаниковать. А он продал машину ради Ютьюба. Что за фигня, что он делает? Свои приоритеты, что вы. Также по поводу рекламы. Сейчас целая мания обижаться за кого-то. Там не уважают геев. Там не уважают женщин. Права чёрных попраны. У тебя реклама в видео. Ну, естественно, реклама в видео. Как я и говорил, каналы держатся на рекламе, либо на донатах. Приводюсь в пример Баженова, у которого миллионная аудитория, у которого минимальный донат 200 рублей. У него при том другая аудитория, нежели чем у меня. То есть я прекрасно сознаю, что у меня молодёжь, и я буду уезжать только на рекламе. Потому что... Потому что меня смотрит молодое поколение. То есть не могут себе позволить поддерживать регулярно рублём. Давай сейчас и поговорим о ставках. Было бы неплохо иметь немного деньжат для ставок на футбол. Да, я хочу поставить 100 баксов. Выберите команду. Нет, просто забери. Насмотревшись блогеров, люди бомбят, как будто они поставили 50 тысяч, выиграли 500, но не получили себе на руки выигрыш. Первое. Азартные игры — это налог на глупость. Человек ставит то, что он может проиграть. Те деньги, от которых он может отказаться, и зачастую — это потеря денег. Второе. Редко совмещается азарт азартных игр и азарт компьютерных игр. Потому что в азартных играх, по большому счёту, от тебя зависит очень мало. Ну, не считая карточные, там, схемы у них что-то какие-то... Я даже особо не вдавался, да? То есть, ну, по большому счёту, это случайность. Особенно, если это происходит не в живом казино, а в онлайн. В играх же всё зависит от тебя, от твоего навыка, от твоих знаний и так далее. Поэтому игры так популярны среди развивающейся молодёжи и менее популярны среди прошлого поколения. Третье. Конечно же, будут писать о лудомании. Лудомания — это такое психологическое псевдозаболевание, когда человек зависим от азартных игр. Нюанс в том, что зависимость, допустим, от наркотиков и алкоголя вызывает привыкание, и человек испытывает физические страдания. А лудоманы нет. Так же, как и курильщики. Да, вот по большому счёту, курение — это чувство голода. Ну, потом на другом лайв-канале могу когда-нибудь рассказать о том, как бросать курить. Я когда-то курил тоже. Четвёртое. Я прекрасно сознаю, что меня смотрит контингент, ну, молодой. Да, вот большинство — это даже до восемнадцати. То есть нету дохода. И, а, на что будут люди ставить? Они не могут задонатить в любимую игру и такие ломанули ставить. Так что, по большому счёту, это реклама впустую для самого рекламодателя. А для меня, опять же, возможность хоть как-то развить канал. Купить камеру. Кстати, я сейчас не на камеру, на телефон снимаю. То есть ты видишь качество. Опять же, телефон, чтобы лучше картинка была. Микрофон получше. Программы профессиональные. Это всё вложения. Так что не думаю, что они ещё раз купят. А если купят, то оставшиеся нормальные игроки к этому уже нормально отнесутся. И либо сами догадаются, либо посмотрят этот подкаст. Теперь об обещанном. Мне удалось связаться с шанхайским офисом. Где сейчас и разрабатывают игру. Я внёс несколько предложений по слабым героям. Баданг. Когда ультует у стены, вносит уйму урона. Но обыгрывается банальным. Делаешь два шага за его спину, и он не наносит урона. А ты уже можешь ему втащить. Что я предложил? Добавить замедление ульту. Ну там 80% например, чтобы хотя бы прыжком можно было запрыгнуть. А бегом не забежать. Чане тоже очень сильная ульта. Но она бьёт по прямой. Большинство боёв у нас происходит не на линии, а в лесу. Потому что там есть кусты. И этой ультой неудобно пользоваться. Потому что она стреляет далеко. Стреляет сильно. Но человек огибая камни не позволяет ей либо достать его. Либо он может спрятаться за крипами, даже будучи на линии. Или за мобом. Я предложил добавить в ульту управление, допустим как у Горда, только она может перемещаться. Либо чтобы ульта пробивала крипов. Франко. Это не до танк, потому что у него вроде жира много, но контролей всего два, и они оба в соло цель. То есть крюк, удалённая инициация, увернуться довольно легко. То есть мы его на хай-левелах практически не видим. И ульта, которая надолго оставляет и его, и противника обездвиженными. Тоже такое себе. Как его можно улучшить? Изменить ему второй навык, который сейчас просто и узлез. Либо сделать из него пуджа полноценного, чтобы он выпускал газ вторым навыком. И этот газ, оставляя за собой шлейфом, замедлял противника. Либо сделать из него оглушение массовое. Потому что сейчас, в поздней игре, когда нет башен, Франко можно просто игнорировать. Увернулся от крюка, просто в упор не подбегаешь и обстреливаешь. Ну, что он ещё сделает? Или вблизи, допустим, если ты на бойце, либо ещё на каком-то не самом дохлом персонаже подошёл, и тебя Франко ультанул, но подождал, и потом вломил и ему, и его соратникам. Эстес. Да, он подвергся реворку. Но какому реворку? Он усиливает себя. То есть физическую силу и магическую силу. Как ему реализовать магическую силу? Только с помощью второго навыка и исцеления. Исцеление режется антихилом. Получается юзло. Вторым навыком. КД большое, урон маленький. То есть магической силы долго нет. Хорошо, ладно. Допустим, делаем упор ему на скорострельность, чтобы реализовать физическую силу. Но опять же, тут работает его пассивка, которая замедляет темп стрельбы по своим срабатываниям. То есть это долгая анимация. И получается, ну, бесполезный. На данный момент персонаж где-то уже цепика. То есть Гранды ещё не умеют покупать. Ихилы не думают. А-а-а, что? Давай на банальных соберёмся, я не знаю. Выход какой есть из этой ситуации? Эстес должен усиливать ещё вдобавок как-то своего союзника, добавлять ему там магическую и физическую силу, либо добавить противника. Тоже там свой выбор. Можно по тому же кругу, да, сделать как банально в Лоле. Кто играл, тот понимает. У одного мага. То есть у него края они не замедляют, а оглушают. Бальмот. Я его мынил где-то в третьем сезоне, дойдя на нём до Олеги. Тогда мифика не было. Будучи эпиком, я играл уже не один. Играл с товарищем. Товарищ был на Алисе. Отлично была пара. Так вот. Я предложил вернуть его. Каким он был. То есть там первый навык. Он оглушал. Микрооглушение. Как ударил сейчас во втором навыке. Что-то вроде толчка. Второй навык. Он был сильнее. То есть пачка крипов срезалась. Даже если ты весь в броню одет, она срезается просто за один навык. Ты исцеляешься, противник дохнет. И ульта она добивала, если хп было меньше какого-то там значения. Точно не помню. Работала на черепахе и ульте. То есть можно было реализовывать Бальмандо только в путь. Но как только в игру ввели всем замедление, а у него ещё вдобавок уменьшили скорость передвижения во время вращения, это стало бесполезно. То есть ты вращаешься, люди просто отбегают. И какой с этого толк? Тут я предложил просто вернуть старого доброго Бальмандо. Что же они ответили? Баданга будут менять позже. Чанна и Эстас будут следить и, возможно, менять. Франка. Второй навык. Они уже изменили. Есть замедление. Но тут, возможно, проблема перевода. То есть они решили, что я предлагаю внести туда замедление. Хотя я в курсе, что оно там есть. Просто бесполезно. Бальмандо недавно изменили его второй навык, атаку и урон. Будут дальше наблюдать враги. То есть его давным-давно что-то меняли, и из него ничего толком не сделали. То есть я попросил ещё акцентировать внимание. Ну и посмотрим, посмотрим, будут ли они прислушиваться. Или это будет просто совпадение. Посмотрим дальше. То есть я буду вносить какие-то им предложения. И будут ли разработчики слушать эти предложения. Кстати, я хочу, чтобы ты написал в комментариях, как тебе вообще такие подкасты, как тебе лампа. Стоит ли делать третий гайд на Виксану. Можешь оставлять вопросы, либо предложения, что я могу рассказывать, либо обсуждать на подкастах. А на этом второй подкаст заканчивается. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...